Хорошее время Бог нам дает. Группа, спасибо, что вы слушаете и приготовляете не только сердце наше, но и учите нас петь. Хорошо для Господа. Хорошие песни такие. Я верю, друзья, что они нравятся и Богу, и они нравятся, вот когда мы поем. Библия говорит, что Бог живет нам для Его славословно. Славословно. Поэтому приятно петь для Господа. Я хочу недолго, может быть, взять, до тех пор, покуда солнце нам не начнет светить в глазах, взять немножко времени и поговорить с вами на одну тему. Я молился, думал одну мысль сказать, призвать вас дальше молиться, но потом подумал, вот это Бог, такую мысль, да. Надеюсь, что это от Господа. Проедет попчук, а он такие молитвы, вот с ним-то вы и на молодость. То, учитывая то, что Бог как-то меня ведет более в преподавательской сфере, то Бог положил мне на сердце сказать, я буду пробовать. Мне даже не пробовать, а не большой семинар, ну такой учительский семинар, окей? Поэтому, если у вас есть мучка и блокнотик, вот, вы этим воспользуетесь. Если Дух Божий к концу нас поведет, в реки воды живой, в покое, если мы поклудем в Духе Святого, будем молиться, аж дождь и солнце не взойдет. И дождь и фонтчук не принесет. А если нет, то оставим помазать на присутствие, вот, благодать Господню для того времени третьего, который наступит вечером. А сейчас я хочу, чтобы мы, не только, знаете, мы Богу говорили, а то есть, чтобы Бог мог наручить нас. Потому что, друзья, я заметил, вот работая 11 лет, даже 12 лет с молодежью, я заметил одно дело, когда Дух Святой меня касается, и я плачу, и я Богу обещаю. Богу обещаю все. А другое дело, я вышел, с кем-то уехал, через три дня обратно те самые проблемы. А слова, на что опереться нет, эмоции ушли. Был этот постыл, вот этот огонь, который горел, уже где-то тоже начал притухать. И что же мне делать бедному человеку? Если есть слово, которое на кемпе прозвучало, я буду на это слово операться. А если всего лишь только были эмоции, то Бог и все молы, и все молы, и все молы, и все, все затыкли. И растаяла, какая и блага, какая и блага, какая и блага, как навесли с них, и не справа. Поэтому я верю, что мы, христиане, должны иметь две ноги. Одна нога – это молитвенная наша жизнь, которая сопровождается благодатию Господа, а вторая нога – это знание слова. Есть ли какой-либо... Скажите, какая нога более важна? Две важны. Забери у меня одну ногу, что ж ты за это? И молитв, правда? И лету, и лету. Две нужны. И две руки нужны. Поэтому, друзья, нам в жизни нашей нужно две вещи. Молитвенная жизнь, когда мы слоняем колени, честно говорим, с нашим Богом. Второе. Нам надо изучение слова. Потому что в трудных моментах мы можем опереться на это слово. Потому что это слово – это «strong foundation». Это самый сильный камень, который не дает трещин. И я хочу сегодня поговорить на одну тему, которая называется «жизнь». Жизнь. Ведь мы о жизни говорим. Кто я такой? Не знаете ли вот эти темы, которые мы посылали? Кто я? Почему ты здесь? Куда я иду? Откуда я пришел? Что такое жизнь? У меня вопрос. Братик, вот ты так хорошо сидишь. Приятно слушать. Вторую его готов пробовать. Как тебе слово? Алла. Алла. Наступимите. Наступим. Да. Что такое жизнь? Вот ты, ты. Пой, смотри. Джейсус. Окей. Свою жизнь. Ты имеешь жизнь? Что такое жизнь? Красивость. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Дестричка. Что такое жизнь? В смысле для меня жизнь? Ну вообще, жизнь. Вот мы все живем. Мы все живем здесь. Люди живем здесь. Жить, решать, учиться, не знаю, жить по земле. Аминь. 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 Что это? Аминь. Жизнь это аминь. Аминь ты и в конце. Да. Действия. Действия. Аминь. Жизнь. Жизнь это аминь. А это ассоциации. А афинь. Это же все. Это же все. Хорошо. Если жизнь, можно много-много врагов, но можно много-много обсуждать. Можно объяснить. Не объяснить. Жизнь это аминь. А можно объяснить. Промашюты можно между рождением и смертью. А что нам русские люди скажут? Жизнета, твое восполнение выжил планы. Аука объяснена, да? Хорошо, друзья, мы сейчас поговорим о жизни. Я знал, что ответы будут приблизительно. Есть вещи, которыми мы владеем, которые мы имеем, но объяснить их не можем. Но жизнь это что-то такое, но точно что-то подобное такое любовь. Что-то такое? Казалось человек, его была свадьба, он со высшим образованием, и ему задают вопрос. Скажи, что такое любовь? Любовь, любовь, любовь. Любовь это штука, это не требует выражить. То есть, есть вещи, которые мы не можем до конца объяснить, но это то, чем мы владеем. Каждый из нас, кто здесь есть, нам дана жизнь. Это огромнейшая ценность. Если бы сегодня для Стива Джаббс, да? Возвратить ему, хотя бы вот пришел кто-то и сказал, я тебе даю, вот, ты возвращаешься, и мы тебе дарим пять лет жизни. Только отдай все свои миллиарды. Скажите, он это сделал или нет? Да. Даже за один год он это сделал. Жизнь нельзя измерять миллиардами, нельзя измерять никакой ценности. Но жизнь это то, что мы уменьшим в свою ценность. Кто-то сказал, что в молодости мы теряем здоровье или даем здоровье, чтобы приобрести деньги. А в старости мы отдаем эти деньги, чтобы купить это здоровье. Но оно уже тоже не получается. Друзья, жизнь это то, что мы должны начать ценить не тогда, когда потеряли, а тогда, когда оно есть. И мне приятно сегодня, вот видя вас, приблизительно вашу возрасть, я так замечаю, около 20 лет, правильно. Я учился, наверное, на второй курсе, это был Киев, город Киев. Осенние каникулы, зимние каникулы. В десембре, наверное, это было где-то 20 числа декабря, мы все уезжаем на зимние каникулы. Все, квотер закончился, мы едем. Мы попрощались с друзьями и уехали. В январе месяце, после праздника, мы все приезжаем. И нам говорят, что один из нас, из нашей компании, наших друзей, не приедет учиться на этот квотер, он заболел. Через три дня нам позвонили, что он умер. Мы взяли автобус нашего колледжа, я был тогда водителем. Нас 15 человек в этом автобусе, мы приезжали. Я стоял возле гроба этого нашего друга. Я вспоминал, всего лишь три недели тому назад, мы ехали на каникулы. Было все нормально. Он приехал домой, заболел и больше этого мы с ним не встретились. Он был один у мамы. Я стоял и думал, что такое жизнь? Что такое жизнь? Второй мой друг, он был неверующий из нашего поселка. Он выпил водки и шел по железной дороге. Навстречу ему ехал железнодорожный поезд. Там было несколько полос железнодорожных. И навстречу ему ехал поезд. И он решил уйти на другую колею. Ну на пустую, которая была пустая. И он ушел. Этот поезд ехал навстречу. Но он не услышал, что за ним еще другой уже ехал. Этот поезд, который ехал навстречу, заглушил звук того, который ехал сзади. Этот парень погиб. И когда его хоронили, его хоронили неверующие люди. И все говорили, вот какую тебе короткую судьбу определило небо. А я задавал себе вопрос. Определило ли я этому человеку с короткой судьбой неба? Хотел ли Бог, чтобы он был пьян или под наркотиками? Хотел ли Бог этого? Наверное, нет. И третий из наших друзей. Мы вместе с ним призывались в армию. Мы одного года. Он женился раньше меня. Неверующий. Жена неверующая. Он поссорился с женой. Пришел домой. Достал ружье. Приставил себе подбородку. И выставил. Когда его хоронили, я обратно задавал себе вопрос. Что такое жизнь? Вот, Юра, мы с тобой вместе. Он, наверное, троих таких, как я мог. Но его уже нет. Что такое жизнь? И я задаю сегодня себе вопрос. Я живой. Моих три уже друга нет. Один из них верующий ушел. Два неверующих. Вот эти два неверующих, если бы они сегодня шанс дали возвратиться в наше время, использовали бы они этот шанс или нет? Конечно, да. Кто-то сказал, лучше живому... Это, наверное, в притчах написано. Лучше быть живым псом, нежели мертвым львом. Правда? Потому что живой хоть какую-то не имеет надежду. Поэтому, друзья, почему я это говорю? Я знаю, что есть люди, даже в этом зале, которые не ценят свою жизнь. Один паренек мне как-то говорил, Вася, я выезжаю на фривей, я устал от жизни. И иногда мне приходит мысль от дьявола. Он такой полуверующий, тепленький такой. И говорит, мне дьявол говорит, разгони машину, сколько она может ехать, и ударься. Тебе достаточно этой жизни. Все равно у тебя ничего не получится. Он говорит, я несколько раз уже боролся с этой мыслью. Может быть, среди нас есть люди, которые не ценят свою жизнь. Может быть, есть люди, которые даже думали о том, чтобы уйти из жизни. Может быть, грех тебя загнал в угол, и ты уже не знаешь, что же делать. Цени жизнь. Потому что те люди, которые ушли от жизни, они бы готовы отдать все, что они могут, если бы попробовать только возвратиться в эту жизнь. Потому что покуда человек жив, он что-то может изменить. Как только человек переходит в иной мир, все, ничего не изменишь. Поэтому я не знаю, как в твоей жизни. Ценишь ли ты молодыми годами? Ценишь ли ты здоровье в жизни? Но Бог сегодня говорит, если ты желаешь прожить эту жизнь не зря, нужно уже сегодня правильно осознать ценность этой жизни. А если грех преследует, если в жизни не все получается, это не решение уйти из жизни передозировкой или петлей, или разогнать машину, или вообще уйти и скрыться, это не решение проблемы. Это быстрое решение очень длинной проблемы, которую человек себя обязывает. Поэтому, друзья, я хочу сегодня говорить, я не знаю почему-то, не такое вступление я придумал, когда сидел, но почему-то Дух Божий сейчас мне говорит, чтобы я именно это сказал. Наверное, здесь есть люди, кому это слово нужно. Если ты не ценишь свою жизнь, Бог ценит тебя и ценит твою жизнь. Бог желает, чтобы ты ценил свою жизнь. Ему дорого твоя жизнь. Итак, что же такое жизнь? Что же такое жизнь? Давайте попробуем смотреть несколько вещей. Вот так я заглавил эту проповедь. Don't waste your life. Не трать жизнь свою напрасно. Можно жить, расстранширить пустую, а можно ее прожить не зря. Хорошо, наверное, мой компьютер просит, чтобы я стоял здесь. Не слушаю. It's ok. Я вам не желаю, чтобы мы увидели, но мы все равно увидим. Вы когда-нибудь, друзья, размышляли, размышляли детально, глубоко над темой жизни. Кто размышлял? Спасибо. Есть два вида размышлений. Один вид размышлений – это такой, знаете, вот, пассивный, поверхностный. Другой же вид размышлений – это размышление активное. Что значит активное мышление о жизни и пассивное? Первое – это с ручкой и бумагой, а другое – хаотичное. Я объясню, что имеется в виду. Вы едете по фривен, по i-fi, и смотрите, амбуланс стоит, скорая помощь, кого-то там грузят, и вы думаете, вау, кто-то не доехал, все. И потом вы проезжаете чуть дальше, стоит знак Starbucks, и вы думаете, вот, неплохо бы кофе попить. Это не размышление о жизни. Размышление о жизни – это более детальное, это более глубокое. Это задать вопрос – кто же я такой? Для чего я живу? Почему Бог захотел, чтобы я вообще такой жил? И куда вообще в конце жизни я приду? Куда пришли три моих друга? Куда три моих друга? У нас было, нас всем было двенадцать человек. Я не знаю, кто были четвертые из нас. Мы почти одного возраста. Я не знаю, кто были четвертые. Может быть, и я. Когда мы думаем о жизни, это более глубокое мышление из заду о том, а кто же я такой? Откуда я пришел? Что это такое жизнь? И вообще, что со мной произойдет, когда меня положат в рот? Ведь это будет точно то же тело, только в нем не будет жизни. А куда она уйдет? Я читал книгу Сираха недавно, и я задал себе вопрос – куда ушла мудрость этого человека? Где она? Она в Поднебесе. Она растворилась. Как ответить на этот вопрос? Где все это? Жизнь. Я дал определение, знаете, я размышлял и читал разных авторов. Мне понравилось много определений, которые люди мудрые, мудрее меня давали, но я ни один из них здесь не приведу. Почему? Потому что, когда я приведу, вы сразу поймете, что это не мое. Я дам только определение, которое вот я пришел к какому мышлению или к какому стейтменту о жизни. Жизнь. Это очень просто. Жизнь – это расстояние между двумя точками. Жизнь – это расстояние между двумя точками. Между точкой А и точкой Б. Мы возьмем расстояние в 70 лет. Это 25 550 дней. Вот из этого числа будет состоять наша жизнь, если мы родились и прожили 70 лет. И мы сегодня посмотрим три компонента, самые важные, с которых состоит жизнь. У тебя и они сегодня есть. И очень важно, очень важно, чтобы мы правильно их использовали. Итак, это три некие сокровища, из которых жизнь будет состоять. Первое из них – это будет… Первое из них – это будет… Как вы думаете, что? Что? Время. Второе из них – это будет что? Давайте посмотрим. Давайте я покажу вам кое-что перед этим. Человеческую жизнь можно разделить на разные периоды. С нуля до семи лет – младенчество. С семи до тринадцати – это отрочество. Это не я придумал. Это кто изучает, скажем, психологию, скажем, в калычах и дальше. Это из учебника по психологии. Детство – с семи до тринадцати. Отрочество – с тринадцати до двадцати одного. Молодость – с двадцати одного до тридцати пяти. Вот почему американцы многие рано не женятся. В тридцать пять – пятьдесят пять – это зрелость. И в пятьдесят пять и дальше – старость. Вот на такие главные периоды можно разбить нашу жизнь или разделить. Я не знаю, в каком из этих пунктов находишь ты себя. Наверное, вот где-то здесь и здесь мы находим себя. Но я уже здесь. То есть мне не так далеко осталось. И я задаю себе вопрос. С чем я предстану пред Творцом, когда мне придется дать отчет за это, за жизнь? Друзья, то, как мы ведем себя, то, как ребенок будет вести себя до семи лет, будет определять, кем он будет с семи до тринадцати. То, как ребенок будет жить с семи до тринадцати, будет определять, кем он будет до двадцати одного. Все это взаимосвязано. То, что мы делаем сегодня, мы в сути своей делаем платформу для завтрашнего дня. Если мы сегодня живем как-нибудь, а завтра так и как-нибудь вся наша жизнь. Если сегодня мы святую молодость ведем, завтра у нас будет хорошая и крепкая семья. Если сегодня у нас как-нибудь в молодости, а потом я покаюсь перед венчанием, пастор, ну я ж покаюсь, а ну положите руки, хай Бог на меня положит. Друзья, наша платформа молодости определит, какой будет семья наша. На гнилой платформе крепкое основание не строят. Поэтому наша молодость, вот, отрочество и молодость будет определять, каким будет дальнейшая наша жизнь.